Все операции, выполняемые антивирусом Касперского в процессе его работы, отражаются в отчете приложения. В процессе работы с отчетами вы можете выбирать компоненты и задачи, о которых должен быть создан отчет, группировать данные и определять формы их отображения на экране и так далее. Чтобы перейти к окну отчетов, щелкните по одноименной ссылке в правом верхнем углу главного окна программы. Для перехода к детализированной версии отчета нажмите на кнопку «Подробный отчет». В появившемся окне в меню слева располагаются ссылки для перехода к отчетам работы отдельных компонентов антивируса. В центральной части окна имеется выпадающее меню для выбора периода, за который нужно вывести отчет. Для быстрого поиска того или иного события по имени используйте строку поиска в левой верхней части окна. Выбор типов отображаемых событий осуществляется с помощью кнопок в правом верхнем углу над списком. Также вы можете группировать данные, имеющиеся в отчете, по определенным признакам, различающимся в соответствии с выбранной функцией. В выпадающем меню «Вид» имеются следующие опции. При выборе пункта «Без группировки» отображаются все события, входящие в состав отчета. В результате выбора опции «Группировка по задаче» информация группируется по задачам, выполненным компонентами антивируса. Пункт «Группировка по программе» позволяет сгруппировать данные по приложениям, проявившим активность в процессе работы антивируса. Для создания выборки информации щелкните левой кнопкой мыши слева от заголовка того столбца таблицы, по которому вы хотите ввести ограничения. И из раскрывающегося контекстного меню выберите желаемое значение критерия. Всего таких столбцов 6 – время, программа, компонент, результат, объект и причина. В результате будет проведена выборка данных в соответствии с установленным ограничением. Для возврата к полному списку событий выберите из контекстного меню измененного критерия пункт «Все». Чтобы задать параметры сложного поиска в виде определенного интервала, в пределах которого должна осуществляться выборка информации, в раскрывающемся контекстном меню нужного критерия выберите пункт «Сложный». Затем в окне «Сложный фильтр» задайте требуемый интервал и закройте окно нажатием на кнопку «Ок». Если нажать на изображение треугольника справа от названия того или иного столбца, то данные в нем будут упорядочены по возрастанию, убыванию или в алфавитном порядке. Щелчок по значку «плюса» рядом с названием столбца открывает дополнительные столбцы или категории, по которым были распределены данные о событиях. Для отображения или скрытия тех или иных столбцов таблицы щелкните правой кнопкой мыши справа от любого заголовка столбца таблицы и в открывшемся контекстном меню поставьте или снимите флажки рядом с нужными пунктами. Субтитры создавал DimaTorzok